В руках Марата Петрова эскиз будущего мурала, который буквально через пару недель украсит один из домов областного центра. Стрит-арт-художник стал победителем отборочного этапа пятого фестиваля уличного искусства. Строя композицию на полотне, Марат обращался к ключевой теме фестиваля – «Единство поколений». Вдохновлялся образом советского живописца Аркадия Пластова. На эскизе изображен сам Аркадий Пластов крупным планом, внук Николай Николаевич Пластов и дед Аркадия Пластова – Григорий Пластов. Вот дед как раз был участником строительства знаменитой церкви в Преслонихе. Отталкиваясь от творчества Аркадия Пластова, Марат выбрал и стиль написания картины, и соцреализм, показывающий деревенскую жизнь во всем ее разнообразии. В жанровой зарисовке каждая деталь написана искренне, от души, чтобы как можно глубже раскрыть тему номинации – из поколения в поколение. Здесь и гимн юности, и мудрость предков. Там будет, конечно, частично присутствовать стилистика Аркадия Пластова – это такая живопись, мазки, маслом, что-то в таком духе это обязательно будет. В прошлом году таким же образом я в формате фестиваля форм-арт реализовывал проект. Вот за моей спиной это Юрий Иванович Латышев, это преподаватель, заслуженный преподаватель России. Тогда создание мурала на фасаде дома заняло около двух недель. Из них три дня художник работал над портретом Юрия Ивановича. В такой же срок Марат создал сказочную «Ундорию». Это был дебют граффитиста на фестивале форм-арт. В этот раз на то, чтобы перенести задумку в материальную плоскость, у Марата есть 20 дней. Точное место, где расположится мурал, пока не определили. Из предложений многоэтажка в одном из микрорайонов засвияжья. Идею поддержал губернатор Алексей Русских. Торцы дома будут смотреть на новую жизнь. Там подходим, с людей, с очень много молодых семей. Нет. В принципе, такие вот работы, патриотические направленности, направленность на укрепление института семьи, я считаю, это неплохо. Но обязательно нужно интересоваться мнением жителей, которые там живут. Если они не возражают, только в этом случае такие проекты можно реализовывать. Подобные проекты, как отмечают горожане, глоток свежего воздуха. А муралы приковывают взгляды прохожих и украшают фасады домов. При этом для воплощения идей авторы выбирают не только новостройки, но и обычные хрущевки. Инициативу поддерживает и профильное министерство. А сейчас в области есть сразу несколько площадок, где молодые таланты могут беспрепятственно заниматься творчеством. У нас Дом молодых организовывает мероприятие. Они буквально полтора месяца назад собирались, разрисовывали дом молодых, забор внутри стены. То есть вовлекая молодежь, тем самым они вовлекаются и чувствуют нечто большее, сопричастность к какому-то одному большому проекту. Поддержать ульяновских художников может любой желающий. Как только Марат закончит работу над муралом, откроется голосование за лучшую работу фестиваля. Победителя будут выбирать по всему Приволжскому федеральному округу. Здесь, как отмечают участники, все зависит от общественности. Чем больше отклик на творчество художника, тем выше его шансы забрать главный приз – 200 тысяч рублей на развитие своего потенциала.